Шишкинский бульвар преображается на глазах. В этом уверены пешеходы, которые ежедневно наблюдают за процессом реконструкции территории. Но впереди еще большой объем работы. Чего не скажешь о времени. У строителей осталось чуть больше двух недель до сдачи объекта. Успеют ли в срок, узнала корреспондент программы Челны-24 Элимира Гайнутдинова. Сейчас строители занимаются укладкой брусчатки. По задумке авторов проекта, важно сохранить связь с природой. Поэтому позже рабочие займутся озеленением территории. Уже привезли чернозем. Скоро посадят цветы и растения. Кроме того, здесь появится 59 арт-объектов в виде упавших шишек. Бульвар должен стать центром, который будет притягивать не только жителей 29-го и 30-го комплексов, но и всего города. Пешеходы уже успели оценить проделанную работу. Я, конечно, не с этого района, но мне очень нравится преображение в городе, которое происходит. Вообще хорошо, очень рады. Я надеюсь, очень красиво будет. Так классно. Тут хорошо, здесь просторно, ходить красиво. Дальше хочу еще, чтобы детям было много места играть. У меня внуки, я хочу с ними играть вот здесь. Ребятам организуют детскую спортивную площадки. Бульвар должен отразить и связь с художником Иваном Шишкиным, честь которого он назван. Поэтому при оформлении территории фонари и скамейки будут выдержаны в стиле работ живописца. Бульвар разделят на несколько зон. Тут сцена будет, деревянное все покрытие будет, чтобы влаги не боится. Там скейтплощадка будет, здесь велосипедные дорожки везде будут. Тут слепая зона, вот кругляшки, это для слепых зон слепых будет. На бульваре трудятся 15 строителей, которым приходится работать даже сверхурочно. Объект должны сдать в сентябре, но когда конкретно завершится ремонт, не уточняется. Небесная канцелярия может внести свои коррективы. В июне шли дожди, поэтому реконструкция не проводилась. На некоторое время работа была приостановлена и из-за того, что стройматериалы привезли с опозданием. Сейчас доставка проходит бесперебойно. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Челны, 24.